Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. На участке строительства новой трамвайной линии в Краснодаре началась модернизация сети ливневой канализации. Работы по строительству новой трамвайной линии по улице Московской продолжаются в круглосуточном режиме. Сейчас подрядчик занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры и сети связи. Вместе с новой линией на этом участке построят тяговую подстанцию и порядка 3,3 километра ливневой канализации, а также переустроят инженерные коммуникации на протяжении полутора километров. Протяженность будущей линии по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова 5,47 километра. На улице Петра Метальникова установят диспетчерский пункт. Будут сделаны пять остановочных пунктов, а также построены два новых подземных пешеходных перехода с лифтами для маломобильных жителей. Железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией возобновится 8 февраля. С 8 февраля возобновят движение поезда по маршрутам Минск-Москва-Минск, Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в Минске. Полеты по маршруту Москва-Минск увеличат с трех до пяти в неделю. Также в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга запланирован один рейс в неделю из каждого аэропорта. Кроме того, с 8 февраля регулярные авиарейсы в Киргизию по маршруту Москва-Бишкек увеличатся до трех в неделю. В период коронавирусных ограничений полет был только один. С 15 февраля снова можно будет летать в Азербайджан и Армению. По маршрутам Москва-Баку и Москва-Ереван будет 2,4 вылета в неделю соответственно. На станциях МЦК установили стойки с зарядными устройствами для гаджетов. 48 стоек с зарядными устройствами для гаджетов установили на платформах Московского Центрального Кольца. Кроме того, пассажиры получили возможность взять на время поездки внешний аккумулятор. Для этого надо сделать заявку через мобильное приложение. Вернуть устройство можно у стойки в пункте прибытия. Новокузнецкий транспорт перешел на новый процесс оплаты проезда. На дворе 2 февраля, и только сейчас система оплаты проезда стала такой, которая и должна быть. Как сообщает глава города Сергей Кузнецов, общественный транспорт Новокузнецка полностью перешел на новый процессинг автоматизированной системы оплаты проезда. Теперь расходы на проезд по транспортной карте и ее баланс необходимо отслеживать в личном кабинете на сайте оператора и в мобильном приложении Мой Транспорт. Скачать его можно сейчас в App Store и Play Market. Приложение Т-карта для транспортных карт на территории Новокузнецка с 1 февраля 2021 года не актуально. Будем надеяться, что эта система будет работать без перебоев. Теперь без кондукторов. Как работает общественный транспорт в Челябинске? Жители Челябинска обеспокоены. В городе ходят трамваи без кондукторов. Их отсутствие заметили на нескольких маршрутах. Отношения с пассажирами теперь строятся на доверии. Люди должны самостоятельно подойти к водителям, отдать деньги за проезд и взамен получить билет. С нестандартной ситуацией челябинцы столкнулись в частности на трамвайных маршрутах номер 8, 14 и 19. Жители города жалуются, что им регулярно приходится ездить в трамваях без кондукторов, в частности по утрам. При этом с подобным сталкивались и в прошлом году. В городском управлении транспорта подчеркнули, что ситуация действительно не новая. Кондукторов не хватает и трамваи выпускают в рейс без них. Перевозчики идут на это, чтобы не сорвать поездки. За так называемые дыры в расписании им грозит наказание. Есть водители, которые согласны работать с кассой. Тогда они принимают деньги от пассажиров и получают за это прибавку к зарплате. Если вагоновожатые отказываются, то проезд осуществляется бесплатно. Автопарк общественного транспорта в Грозном пополнился еще 24 микроавтобусами. Жители Грозного получили уже второй за текущий год подарок. На городские маршруты в ближайшие дни выйдет еще 24 микроавтобуса. В их числе единицы, оборудованные пандусами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Транспорт будет обслуживать маршруты в городе Грозный с номерами 29А, 7, 15 и 111. Министр транспорта и связи Чеченской республики Рамзан Черхигов поблагодарил директора ООО «Транссервис» и ООО «Гросавто» за проведенную работу над данным инвестиционным проектом и значительный вклад в развитие транспортной сферы Грозного. Станция метро Каширская по направлению в центр закрывается на полгода. Из сообщения Департамента транспорта. Мы продолжаем реконструкцию Каширской за Москворецкой линией. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав Большой кольцевой линии. Для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции Коломенская. Поезда будут проезжать ее без остановки. Для вас будут по-прежнему работать выходы 3 и 4. Первый и второй останутся закрытыми. Чтобы доехать до Каширской с юга, проезжайте до Коломенской и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С Каширской в центр можно добраться, пересев с Кантемировской в обратном направлении. В Тверской области начинается строительство новой платформы «Ржевский мемориал». Пресс-служба РЖД сообщила, что 5 февраля на Октябрьской магистрали начнутся работы по строительству железнодорожной платформы нового остановочного пункта с рабочим названием «Ржевский мемориал». Пассажирскую платформу и вокзал построят на участке Ржев-Балтийский Муравьева, недалеко от деревни Хорошова, Ржевского района Тверской области. Остановочный пункт будет находиться в 2,5 километрах от Ржевского мемориала советскому солдату. Это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. В настоящий момент проводятся земляные работы и выравнивание строительной площадки в один уровень железнодорожным полотном. На месте строительства установили трансформаторную подстанцию и уже вывели коммуникации. Длина береговой пассажирской платформы будет составлять 170 метров, ширина – 6 метров. По проекту вокзал будет представлять собой модульную конструкцию с панорамными окнами в пол и стеклянными элементами крыши. В здании будут располагаться кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. А рядом с вокзалом будет установлен памятник-паровоз. Завершение строительства нового остановочного пункта запланировано на май 2021 года. Великой Отечественной войне